Добрый день, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста. Вот появились некоммерческие организации, которые спонсировались из-за рубежа и занимались политикой. Вы же вносили закон о иностранных агентах. Хорошо, признали. Дальше появились нежелательные организации, то есть немножко другая форма собственности. С ними начали бороться. Но враг не дремлет, придумывает новые формы, придумывает вольных блогеров, журналистские расследования, которых и Дарковский потом спонсирует и выделяет на это за каждые до 20 миллионов. Как с этим бороться? И что сделать для того, чтобы вот эта фантазия врага просто бесконечна? Где эта панацея? Как положено, всегда была фантазия наша бесконечная, фантазия врага бесконечная. Потому что идет борьба. На борьбе все время придумываются разные вещи. Речь-то идет о выживании на планете Земля. Колониальной Американской империи или России как оборонительного государства в данном случае. Конечно, будут все время придумки. И я так напоминаю, что была встреча с американской агентурой здесь, в Санкт-Петербурге, еще госсекретаря США Клинтон, когда она была, которая сказала, мы что-нибудь придумаем. Когда она собрала вот этих, свою агентуру. И в это время как раз был наш закон, вот я один из авторов по иностранным агентам, я имею в виду по иностранным агентам, неправительственным организациям. И она сказала, вы не беспокойтесь, мы что-нибудь придумаем, чтобы обойти законы в России, которые мешают вам работать на уничтожение России за наши деньги. Вот что сказал Хиллари Клинтон на совещании в Петербурге, никто особо это не скрывал. Ну вот и придумали. То есть, вы назвали там один, два, три варианта, а их, я уверен, сотни, которые за всеми не ухватишь. Сидят люди и продумывают эти вопросы. Тем более специалисты по оранжевой интервенции. Что придумать? Здесь придумка только может быть одна. Взятие Берлина. Вот Гитлер и Гестапо и Геббельс и кто угодно придумывали миллионы вариантов, каким образом победить Советский Союз в деталях. Какую деревню взять, если о вермахте. Какой агента захватить. Кого там покушение на Сталина, например, было и так далее. Вот они сидели и придумывали разные варианты. Как лучше наладить пропаганду. А когда взяли Берлин, все эти придумки кончились. Вот этот Берлин для нас, это восстановление нашего Отечества. Каждой его пяди. Восстановление Отечества автоматически означает, что все, победа завершилась. И все придумок, а в спорте. Придумывают, придумывают. Потом, значит, Олимпийские игры. Кто-то победил, медаль вручили, придумки закончили. Все. Или как? А после браки кулаками не машут, как говорится. Так и здесь. Поэтому вы будете постоянно испытывать это, пока мы не определимся со своими целями. Наша цель – это восстановление обороны российской государственности. Исторической. Как только мы эту цель достигаем. Ту, которую деды наши шли. Свобода и независимость своего Отечества. Помните? На Берлин. Мы этой цели достигаем. Восстанавливаем нашу территорию. При необходимости подавляем очаги агрессии, как это было тогда в свое время в Берлине, в Румынии, в Венгрии. Там же не только Гитлер на Россию наступал. Подавили, уничтожили, раздавили, восстановили нашу границу. Интриги прекратились лет на 50. Правда, был еще Карибский кризис, но он уже был с другой конфигурацией. Там уже союзники наши начали против России тогда перехватывать инициативу. И Карибский кризис их тоже выкинул более-менее в равновесие. Потому что именно после Карибского кризиса США признали равенство Советского Союза в конкурентной борьбе. И начали договариваться на равных. А до этого они просто сами делали то, что считали нужным. Точно так и сейчас. Поэтому нужно восстановить суверенитет России, восстановить ее границы и после этого не обращать внимания на этих блогеров. Путин усилил свою единую Россию. Если я в свое время говорил 2-3 года назад, что в единую Россию путинцев около 20% во фракции, то сейчас я говорю, что их где-то до половины. Ну так, может быть чуть меньше, чуть больше. Потому что еще надо некоторых проверить в бою, то что называется. Но их где-то около половины. Естественно это усиление. С 20% до 50%. Понятное усиление. И мы все благодаря поддержке Путина в Думу сделали пропутинской. Но это не означает, что она будет нарушать Конституцию. Это означает, что усилилось ручное влияние Путина в Государственной Думе. То есть он больше может проталкивать своих ручных законов, чем раньше. И они могут быть жестче. Это с одной стороны. С другой стороны сложилась расстановка сил перед решающим Конституционной реформой. То есть мы должны понимать, что борьба нарастает. Это подобно тому, что вы ведете войну. Одно сражение, которым вы победили, не означает победу в войне. Это означает, что следующее сражение требует еще большего опыта и мобилизации. И потом вот так только через сотни сражений вы доходите до Берлина. Сегодня мы победили в очень важном, может быть, решающем бою на выборах. Но это не значит, что все нормально, по домам штык в землю. Нет. Это значит, что мы открыли победное наступление. То есть мы победили в оборонительном бою. Считайте битва под Москвой. Или битва под Сталинградом. Оборонительная ее часть. И теперь открылось наступление. И вы видите, как резко ужесточилась риторика на международной арене. Ужесточилась риторика Путина. Начались чистки в Центральном банке. Начались зачистки банковской системы. Ну вот давайте просто подумаем один такой простой факт. У нас 800 банков. Половина из них закрыты и люди посажены в тюрьму. Это что? Вот когда в нашей истории было такое? Я вам скажу, когда. Это раскулачивание. Но там оно со знаком минус. Когда целый класс. Вот для того, чтобы построить суверенную Россию. Нужно уничтожить колониальную Россию. Вы извините, вот это жесткий термин. Потому что ко мне иногда приходят банкиры и плачутся. Но я вам говорю, сейчас еще будут приходить олигархи. Ну где-то, да? Они плакатся. Потому что для того, чтобы построить колхозы, надо было уничтожить кулака. Это плохая была идея. Но я говорю, как технология. Чтобы у кулака отнять его две коровы. У этого кулака. И из этих двух коров плюс еще там таких же двух-двух-двух. Собрать колхоз. Вы не сделаете колхоз, не уничтожив у кулака. Естественно, кулак что? Сопротивляется, плачет. Грызется, кусается. Уходит в партизанскую армию, как было в Тамбове. Помните, да? Это политический процесс. Вот Путин запустил политический процесс национально-освоительного движения. Начав наступление на главный форпост американских сил в России оккупантов, олигархов. Со стороны банкирской части олигархического управления. Потому что банкиры, они, кроме, в отличие от олигархов, банкиров, не просто они проамериканские, прооккупационные. У них даже официально подчинение Соединенных Штатов Америки. Все банки в России, может, какое-то исключение есть, не знаю, но все банки в России одновременно являются резидентами налогового ведомства США напрямую. То есть вот в США сидит чиновник в Вашингтоне, и он смотрит, какие банки в России и что делают. Потому что это его подчиненные, то есть его подчиненные в Центральный банк и напрямую все банки России. То есть это те самые кулаки с точки зрения американской системы коммуникации управления. Понимаете? Это их прямые просто сотрудники. Сотрудники правительства США. Вот кто такое наши банки с точки зрения их статуса юридического, формального. И поэтому, когда Путин ударил по банкам, а половина банков уничтожить, это значит, ну, по сути, уничтожить систему. Это же понятно. Остальная половина сейчас прячется где-то в подвалах. Потому что понимают, что до них дойдут. Значит, понимают это же. Это же ясно, что если кулака раскулачили с соседнего дома, значит, они в твой дом придут. Если ты такой же, с двумя коровами. Так и здесь. То есть это процесс раскулачивания. Путин начал, он необратим. То есть обратимость этого процесса, это уничтожение и полное наше уничтожение, уничтожение России. Он запустил необратимые процессы. Эти необратимые процессы, в рамках них и вот наша победа на выборах. То есть, смотрите, бессмертный полк, выборы, референдум. Вот путь, по которому двигает Россию Путин. Путь НОДА, национально-освободительное движение. Но вся эта часть, главное, это решение народа. Вот как народ принял решение сдать свою, предать свою страну в 91-м. Подписался лично за оккупационную конституцию. И за конституцию, в которой ликвидировано СССР. И отменено его предыдущее народа решение о голосовании за сохранение СССР. Потому что в конституции Российской Федерации, вот нам депутатам сразу раздали. Нет ни слова 93-го года про наличие СССР. Понимаете? То есть народ проголосовал за ликвидацию СССР. Если кто не понял. Так вот и так же народ должен передумать, втянуться в политическую и национально-освободительную борьбу. Хотя бы под возбой действием более этой войны. Потому что мы понимаем, что падение жизненного уровня, катастрофы, которые сегодня для многих происходят, социальные. Это элементы военных действий. Эти элементы военных действий должны людям дать ответ. Нет, это ты терпишь, потому что ты участвовал, твоя страна оказалась ликвидирована. Это последствия поражения в войне. То, что тебя лишают зарплаты, пенсии и так далее. Ты должен четко понимать. И свобода, и восстановление, и твоя жизнь зависят от победы в этой войне всего твоего государства. И поэтому сидеть и ждать, что за тебя депутаты в Думе что-то решат, это плохая идея. Она не приведет к результату. Евгений Алексеевич, вот говорите про расплачивание. А может ли это быть расплачивание какое-то не такое силовое, а добровольное что ли? То есть, что нужно сделать этим олигархам, этим банкирам для того, чтобы их не закрыли? Давайте говорить вещи на своем имене. О чем идет речь? Речь идет о борьбе за власть. Что такое национальное освоительное движение? Это, блин, борьба за власть. Национальную власть. Что такое банкиры? Это власть в экономике. Конечно. Что происходит? Происходит ликвидация американской власти в российской экономике. Какое тут поглаживание по пузику? Ну, о чем вы говорите? Это вопрос власти. То есть, люди, которые в этих банках сегодня под давлением Путина уходят в тюрьмы, отступают, уезжают за границей. Мы просто посчитали. Санация, как это называется вежливо, одного банка, деньгами Центрального банка стоит в несколько раз больше, чем этот банк приносит России своим вкладчикам в результате санации. То есть, понятно, да? То есть, государство платит за этот процесс. Ну, в лице не государства, а Центральный банк платит за этот процесс. Причем огромные деньги. Потому что вопрос власти важнее, чем вопрос денег. То есть, идет борьба за власть. Если кто не заметил, эта борьба за власть идет в России. И вот эта борьба за власть, которая идет в России, через банковский удар, выход на олигархов. Вот олигархи главный предмет подготовки в этом сражении. Вот Бородинское сражение, или главное сражение войны, это будет битва за олигархов. За деавшеризацию, как говорит Владимир Владимирович Путин. То есть, за то, чтобы, я говорю по-русски, за национализацию экономики и олигархов. Ну, это предприниматели тогда. Потому что олигархи – это иностранное управление, а предприниматели – это уже как бы и свое. Вот за этот класс будет главная битва. Потому что у них реальная экономическая власть. Они заказывают партии, они выборы, они пробили де-факто, будем называть вещи своими, одномандатные выборы. Вот эти вокруг губернаторов выборы. Они все это делали. То есть, делали США. Но как бы через них, через их коммуникацию. Поэтому битва будет за ними главная. А пока смертельная схватка идет за предмостное укрепление под названием банковская система. В которой Путин уничтожил половину врагов. Экономических, конечно, политических. Но кто-то сдался, кто-то отступил, кто-то побоялся. Это, вы же видите, все идет вежливо. Нету восстания банкиров. Нету? Нету. Нету. Вот. А восстание кулаков было. Илья Алексеевич, буквально позавчера приостановили деятельность Deloitte и Туш на месяц. Причем как раз в тот момент, когда сейчас заключаются контракты на следующий год. Это о чем говорит? Это тоже победная нота? Ну, конечно, это Deloitte и Туш, оно контролирует экономические ведомства в России. И, естественно, в течение этого месяца, благодаря удару со стороны нодовца Бастрыкина, будем отвечать своими именами, парализована крупнейшая американская оккупационная система в России, контролирующая экономический курс. Вот та самая система, которая должна была бы ответить Путину за удары по банкам. Это называется парализованы штабы врага. В период кампании по заключению договоров. Это значит, 2 миллиарда долларов, которые у нас стоит иностранный консалтинг, часть из которых шло на них, на них не попадет. Нашим тоже не попадет, потому что у нас запрещена идеология. Ну, кому-то и попадет, но так по мелочи. Но, по крайней мере, важнейшего врага выбили. Но мы еще не готовы взять эту власть. То есть власть мало отнять, ее надо взять. То есть ее надо наполнить содержанием управленческим. Мы не готовы наполнить еще этим содержанием управленческим. Хотя я знаю, что со специалистами этой компании идут переговоры, не золого звена, о том, чтобы они переходили из американской на российскую сторону. Они же все россияне, конечно. Почему бы нет? Ну, россияне, россияне. Они же там тоже не просто так работали. У них там тоже уже рельсов пушку, как говорится, у большинства. Американцы, что же не дураки. Уже и дачки в Лондоне, и в Нью-Йорке, уже и семьи там. То есть их же подбирали. Учебу они там обязательно прошли. То есть там каждого не возьмешь. То есть это, знаете, как военспецы были, такой вот термин. Их-то взяли в свое время большевики, но при этом за ними, за каждым так надзор-то нужен. Понимаете, да? Что мы и наблюдали. Ну, кого-то взять надо обязательно, потому что своих нет. Это понятно. Своих-то только начали учить. Ну, да. Ну, вот. При этом как раз упомянули по поводу семей, которые находятся за рубежом. Появилась новость, причем она очень быстро была опровергнута, скажем так, из Кремля. Но, может, какая-то утечка была не опровергнута. Вы имеете в Песков. Песков сказал, что я об этом ничего не знаю. Он не сказал этого нет. Потому что СМИ говорят, что типа опровергнута. Потому что вы видите пропагандистскую машину СМИ. Естественно, это удар. То есть это новость, я ее за вас скажу. Это новость о том, что чиновникам и депутатам нельзя быть чиновниками и депутатами, если у них семьи за рубежом. Учатся, например, дети. То, о чем мы предложили давно уже внести в закон. Нодовский закон. Закон тогда не прошел. Но де-факто Путин проводит эту политику. Вы же понимаете, что это указание. Путин проводит эту политику. И Песков не так сказал. Он сказал, что я про это ничего не знаю. Не знаю все. Ну, понятно. Для того, чтобы не отвечать на детали этого вопроса. А если бы он сказал, что я знаю? Ему пришлось объясняться. Ему пришлось говорить, что Россия в оккупации. Вот представьте, Песков говорит, Россия в оккупации. Поэтому, чтобы снизить давление оккупантов, нам пришлось поедать. Это невозможно. Правильно? Это могу говорить только я. Ну, в данном случае, не только я, конечно. Ну, я-то немножко шучу. Ну, понятно, да? Он, конечно, не может этого говорить. Поэтому он сказал, что я ничего не знаю. Наши СМИ перевернули, что он опроверг. Ничего не опроверг. В Государственной Думе чистки прошли на этих выборах от депутатов, которые за рубежом семьи. Просто я знаю это. Потому что конкретно прошли чистки. Ну, конечно, это было политическое указание. Я не знаю, чье оно, но оно было выполнено. И были депутаты, которые даже поменяли фракцию, ну, из богатых. Потому что они не могли выполнить это условие для нахождения в Единой России. Поэтому вот эти моменты были. Понятно, что это же работает и в чиновничьей среде. Идут чистки чиновников. Там попроще, чем с депутатами. Идут чистки чиновников от людей, которые имеют уязвимость. Я говорю, за что это делается? Уязвимость по линии Соединенных Штатов Америки. Так что идет борьба по полной программе. Вот может быть кто-то не понял. Я вот нарисую на графике. Вот был наш уровень. И вот произошла как бы победа в результате выборов и так далее. А вот это, то, что нам надо будет, вот это сегодняшний день, да, сделать. И вот это уходит в подпополог. У вас камера это не покажет. Вот что надо будет. То есть мы накануне, ну как бы сказал один персонаж грандиозного шукера, мы накануне радикального преобразования. Вот как было преобразование 91-го года и 93-го, когда полностью поменяли страну. Вот с точки зрения внутренняя система, людей, устройства, вертикали, название институтов. Вот все. Кто помнит это время, да? Вот сейчас идет обратный процесс. То есть будет абсолютная замена системой. Но, естественно, не сразу, поэтапно, по мере наращивания сил Путина. Почему мы ругаемся на противников Путина, включая там Касьянова, Немцова, Старикова, что они не дают ему сил для этого рывка. Вот в этом вопрос, да? То есть мы накануне гигантских преобразований, революционного масштаба. Чтобы люди просто понимали.